Законодательное собрание Губернатор рекомендовал уделить внимание изменениям в налоговом законодательстве, происходящем на федеральном уровне. Областной бюджет должен быть адаптирован к новшеству. Глава региона поручил создать рабочую группу, которая должна заняться этими вопросами. Бюджет является социально направленным. 70% расхода именно на социальную сферу. Бюджет сохраняет свою программность. Он состоит из 21 государственной программы. При этом на две программы больше, чем в этом году появляется новая программа. Это научно-технологического развития программы и программа занятости. Еще одной темой аппаратного совещания стали вопросы безопасности. На днях в Саратове произошел чудовищный случай. Была убита 9-летняя девочка. Губернатор поручил более ответственно относиться к безопасности детей по дороге в школу. Давайте сделаем карту рисков движения наших детей. Мы должны это сделать совместно. Установим там видеосистемы. Установим там специальные датчики, чтобы ни один ребенок не был подвержен этому риску. Губернатор обратил внимание на внедрение системы умного освещения на улицах населенных пунктов. Этот проект должен быть опробован в качестве пилотного, чтобы потом распространиться на всю территорию области. Вопрос о безопасности имеет важное значение в том числе на дорогах области. Закончилась тематическая неделя национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». А на этой неделе делегация Ульяновской области во главе с Сергеем Морозом отправится в Екатеринбург на Всероссийский форум «Дорог-2019». Основной тематикой данного форума является контроль над реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги». А самое главное, которое цель стоит перед форумом, это выработка предложений, мероприятий, их реализация по обеспечению безопасности дорожного движения и по обеспечению сохранности жизни и здоровья людей. На выставке будут представлены основные достижения транспортного хозяйства и современные дорожные материалы. Своим опытом с федеральными и региональными коллегами планируют поделиться и ульяновские делегаты. От вопроса совершенствования дорожного хозяйства губернатор перешел к реформированию отрасли спорта и физической культуры. Глава области поручил создать рабочую группу, которая должна выработать новую модель управления этой сферой. Но на этом изменение не закончится. Будет создан специальный совет экспертов при губернаторе Ульяновской области. Этот совет совместно с общественной палатой, как предложил стать президентом, мог бы не реже двух раз в год выносить на рассмотрение жителей всего региона важнейшие вопросы физической культуры и спорта. Ну и, естественно, помогать мне принимать решения. А вот по поводу Олимпийского совета губернатор сказал, что он не справляется со своими обязанностями. Поэтому глава области поручил правительству проверить и оценить его работу. В заключении аппаратного совещания поговорили о демографии. Губернатор призвал уделять этим вопросам более плотное внимание. Например, перестроить систему профилактики неблагополучных семей, которая сейчас работает не лучшим образом. Активнее должны привлекаться к решению семейных вопросов на региональном уровне не только матери, но и отцы. В качестве положительного примера губернатор попросил рассказать на аппаратном совещании о социальном проекте «Шаги к материнству». В нем как раз участвуют в том числе и отцы. Главной задачей проекта является оказание поддержки, оказание специализированной помощи женщине в период беременности. И развитие родительской компетентности в парах, которые ожидают появления первого малыша именно. За время своего действия проект уже успел помочь многим. Несколько пар даже пожелали скрепить УЗО законным браком, хотя первоначально не собирались этого делать. В дальнейшем проект собираются продолжить и расширить. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Руслан Баталов, Новости Управды ТВ